Акмолинская, Жамбылская, Кустанайская, Североказахстанская области Алматы и Шимкент. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономический рост составил около 3%. По привлечению инвестиций лидирует Алматинская, Акмолинская, Казалардинская области Алматы и Шимкент. Растет и экспортный потенциал страны. По итогам 9 месяцев доля экспорта превысила 50%. Глава правительства также поручил увеличить количество инвестиционных проектов в несырьевых секторах. Необходимо проработать конкретные меры по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест. По инвестиционным и инфраструктурным проектам, финансируемым из бюджета, необходимо обеспечить полное и эффективное освоение средств до конца года. На заседании также обсудили мероприятия по обеспечению занятости населения. Ежегодно на рынок труда приходит около 300 тысяч молодых людей. Специалистам без опыта при трудоустройстве необходима поддержка. В Улутау, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Казалардинской, Жамбылской и Алматинской областях много безработной молодежи. Глава правительства поручил Акиматам взять на контроль вопросы обучения и трудоустройства молодежи. Необходимо цифровизировать все сервисы занятости с полной интеграцией систем госорганов, сказал глава правительства. В текущем году в рамках реализации национальных проектов должно быть создано более 269 тысяч рабочих мест. Для детей с ограниченными возможностями будут созданы все условия для получения образования. Министр науки и высшего образования обсудил вопросы развития инклюзивного образования с преподавателями учебных заведений и представителями министерства. В заседании также приняли участие депутаты, предприниматели и руководители благотворительных фондов. По словам министра, сейчас в университетах страны более полутора тысяч студентов с особыми образовательными потребностями. Наша цель – это обучение полноценных педагогических кадров, создание лабораторий, учебно-методических материалов, специальных центров, обеспечение полноценных условий для любого гражданина с ограниченными возможностями. Выдвинут еще один кандидат в президенты. В Астане на пленарном заседании Республиканского общественного объединения «Казак Аналары Дайстургежол» единогласно выдвинули кандидатуру общественного активиста, известного правозащитника, юриста Салтанат Трусынбековой. Она известна большой работой в направлении защиты материнства и детства, а также борьбы с бытовым насилием. Салтанат Трусынбекова – член общественного совета Астаны. Ей 56 лет. Уроженка Жамбылской области. Замужем, воспитывает двоих детей. Я участвую в этих выборах с целью испытать свои силы. У нас есть проекты, которыми мы занимаемся и по сей день. Это не только семейная сфера в целом, но и экономика. Все вопросы в сфере предпринимательства входят в нашу полноценную программу. Касым Жумар Токаев в своем послании отметил, что безусловным приоритетом для государства является забота о подрастающем поколении. В следующем году различными мерами занятости будут охвачены около 100 тысяч молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного микрокредитования по 2,5% годовых, сказал глава государства. Таким образом, перед правительством поставлены задачи по повышению эффективности системы социальной защиты граждан. С молодежью связаны надежды нашего общества на изменения к лучшему. Именно поэтому в своем выступлении президент страны отметил, что всесторонняя поддержка этой категории граждан является одной из основных задач государства. Касым Жумар Токаев отметил, что на пути к соответствию требованиям нынешнего времени предстоит преодолеть внушительный объем работы, поощряя молодое поколение и вовлекая молодежь в дела страны. С помощью различных мер в сфере труда в следующем году нам необходимо трудоустроить 100 тысяч человек. Предпринимательские инициативы нашей молодежи впредь будут активно поддерживаться. Им будет предоставлен небольшой кредит с годовой процентной ставкой 2,5%. Я думаю, что эти меры способствуют наиболее гармоничному и справедливому развитию общества. Меры поддержки этой сферы применяют и в нашем регионе. Так, и Скаменогорский центр занятости осуществляет множество государственных программ. В настоящее время уже были реализованы масштабные проекты, а также пересмотрены различные государственные инициативы. В частности, значительно увеличен объем средств, необходимых для их продвижения. В своем послании народу Казахстана в сентябре наш президент очень грамотно высказался о социальной сфере, в том числе о молодежи. К примеру, прозвучала информация о намерении трудоустроить 100 тысяч молодых людей в год. В соответствии с этим поручением, центр занятости начнет работу немедленно. К слову, сейчас уже ведется работа над тремя программами, и большая их часть посвящена молодежи. По информации ведомства, с начала этого года в центр поступило более полутора тысяч заявок от молодежи. Около 600, то есть больше половины обратившихся, получили возможность найти постоянную работу. По программе «Молодежная практика» было принято 123 человека, 190 человек – на программу «Социальная работа». На социальные рабочие места поступило 36 человек. Кроме того, еще 57 граждан были направлены на курсы профессиональной подготовки. «Я отучился по специальности юрист. В центр занятости прихожу по заданию своего работодателя. Здесь я могу оттачивать свои профессиональные навыки и одновременно с этим уже иметь собственные деньги. Думаю, что выйду отсюда уже более компетентным специалистом». Как рассказывают отраслевые специалисты, информационно-разъяснительная работа для студентов проводится на постоянной основе. При посещении вузов ученикам выдаются буклеты, где изложена вся необходимая информация, перечень доступных программ и условия участия в них. Для будущих специалистов дело остается за малым – проявить искренний интерес к предложению. «Закончив колледж, мне было очень трудно найти работу, и колледж предоставлял информацию о центре занятости, и поэтому пришли сюда. Нам оказали тут очень хорошую помощь, дали много информации, и я направляюсь на практику к частному судебному исполнителю Димео». Дамир Димео – один из тех, кто в настоящее время поддерживает нескольких молодых специалистов, обучает их искусству своей профессии и рассказывает о тонкостях выбранной ими специальности. Все для того, чтобы завтра эти юноши и девушки смогли найти для себя и обрести профессию своей мечты. «Сейчас у меня в подчинении уже есть один студент, который работает более года. У нас в центре занятости много вакансий. Мы учим молодых специалистов тому, как качественно оказывать услуги по их профессии, чтобы завтра они не остались в стороне и были трудоустроены, имели какой-то опыт и поддержку. В настоящее время у частных судебных приставов очень много работы, и работа эта сложная. Нам нужна помощь. Мы благодарны государству за такую полезную программу». Работа по трудоустройству молодежи в области идет полным ходом. Только в текущем году сотрудники центра занятости проконсультировали более 800 выпускников вузов. И это еще не предел. Карина Мурадова, Делина Стургазиева, Диаст Алгатулы, Алтай-Кпарад. В районе Алтай в течение 15 лет в аварийном состоянии находился уникальный памятник истории, в котором расположен зал краеведения города Серебрянска. В этом году здесь провели долгожданный ремонт. Подробности в материале моих коллег. В четвертом филиале Серебрянской городской библиотеки, где расположен зал краеведения, собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают о богатой истории родного края. Вот только на протяжении нескольких лет из-за протекающей кровли коллекция старинных вещей рисковала быть затопленной. В этом году был проведен долгожданный ремонт кровли. И сотрудники краеведческого зала наконец перестали бояться за сохранность бесценных артефактов. Мы очень благодарны Акиму области Даниалу Кинжетаевичу Ахметову за то, что он обратил внимание на нашу проблему, что по его поручению были выделены денежные средства из бюджета района Алтай в размере 6 миллионов тенге на ремонт кровли. Общий объем отремонтированной кровли составил 582 метра квадратных. Дани в первую очередь интересно тем, что это дом начальника РТЖГ и строя Михаила Васильевича Инюшина. То есть он сам непосредственно в этом доме проживал. Поэтому оно представляет и историческую ценность с этой стороны. Что это именно дом, который сейчас является залом краеведения. Экспонаты у нас очень интересные, фонд у нас большой. Наличие многих экспонатов, находящихся в зале краеведения, могут позавидовать ведущие музеи республики. Не без гордости говорят хранители истории. У нас вот колодки, колодки знаменитые, как мы считаем. В 1825 году было восстание на Сенатской площади. Это тоже в Санкт-Петербурге. И у нас были ссыльные, и в том числе была такая вот деревня, или это была крепость казачья, Усть-Бухтарма. Она сейчас у нас затоплена. И в ссылку попал один из братьев Муравьев-Апостол. Муравьев-Апостол здесь у нас был. Он женился на дочке священника и шил ей сам обувь. Вот эти вот колодки он сам изготовил. После проведенного ремонта сотрудники музея больше не боятся за сохранность своих экспонатов. Больше им не будет угрожать ни дождь, ни снег. А уникальные артефакты, которые насчитывают не одну сотню лет, будут рассказывать о прошлом, память о котором необходимо сохранить ради будущих поколений. Ирина Саникова, Елнур Нурайканов, Алтай-Акпарат. Это были все новости к текущему часу. До встречи в следующем выпуске программы Алтай-Акпарат. Редактор субтитров А.Семкин